Читка пьесы и тема своя Связок и сухожилия, Крыкливый пот, Раскатуховые поры. И только слезы, Тяжейшие за тишиной, Чують мою глухоту. Я бачила шмат хвалту. Коли я була маленькая, А мой пьяный тата Рабился агрессивным И поднимал руку на маму, Я играла роль буферной зоны помеж ней. Выконывала функцию миротворца. Стоячи помеж ними, Я спрабывала оборонить маму. Молила тату супокоить. Часом подавалося, Что я одиною могла спинить его. Я начала читать пять годов. И, напевно, книги виротованы. Мы жили у однопокойовой квартиры. Моя батьки, старающая сестра и я. Вечерами колехатні задания были выполнены. Я зануралася в маленькую кладовку. В них заховывали слойки З маринованными огурками и помидорами. З яблоковым и сливовым сочком. Зимовое полито. Боты и скры незруозными старыми речами. Укладывцы не было в окнах. И, кволое святло от одной лямпочки Прабивалася праспалитоны и футры до маленького кресла, На яким я сидела и читала. Это одна особистая простора, якую я мела. Первая версия написала, когда мне было 13. Я бачила шмат хвалту в 2020 годе в Беларуси. Без конца сцены избитых, катаванных, сгвалтаванных. Мои суседи сябрыти сябрысь сябро. Людей сбивали у меня на вачах. Шмат разу я утякала. Трапившую турму в вересне 2020-го, Я пробовала перастворить свой досвид в поэзию. Але я не отрывнивалась. Я не думала про власный досвид. Думала про эльшин. Рабила, что могла, Как да помахчись сотням полетвязнью, Яких рабилося все больше и больше, что дня. Мое життё належало мне. А ли мое тело? Нет. В своей книге «Тело людей под лик» Безель Вандер Колк, психиатр Вядом из своими доследованиями Построматичного стрессового разладу, Пиша По отказ на саму травму, А так само спрабудьши адолить жах, Якие ше долго застаецца пасля яле, Пациенты с ПТСР научились Выключаясь три частки мозгу, Якие передают стихийные почутки и эмоции, Что сопровождают и Возначают травматичные переживания. Однако по повседённым життям Тые самые участки мозгу Отказывают за целый шарах эмоций И отшивания, Якие формуют фундамент нашей Самосвядомости, Нашего самоотшивания. Что отбывается в такем выпадку? Адаптация с трагичными наступствами, Намагающийся захинуться От жахливых отшуванье, И она заглушает свою здорность Подшувать себе живым. Няма ничього поэтичного Ухвалте. Коли я проехала у Лондон У веры с ней 2021 года, Я не ведала, Ти смогу вернуться до дома. Я не ведала, Ти га это место станет моим новым домом. И я не писала верши. Верши не могли рассказать историю того, Як я спробу вернуть себе ладу над уласным телом. И вернуть себе сэнсы. К тому восьмая история, Рассказанная дзимым доступным для ее способом. Гэта ветер выя, Ти гэта я. Всего, про что я хочу написать или не могу, Хачу альбо отшиваю боязык. Ко про их написать, Треба сострец зими твар. Твар. Ты убыл меня? Я причинаюся, Коб сходить у туалет, И не могу больше заснуть. Думаю про все тое, Что знаходиться поза моим контролем. Наш туалет Был дзиркой у падлося. Двера не было. Только стена, Яка отделяла его адрешты камеры. Кропли мачы налипали на подышу моих кедал, И поверх их приставали волосы кучами. Светло тропляет раз окном. Бо я не закрыла ферранки. Не люблю. Кажуть полная темра необходная, Коб мозг мог отпашивать. А ли коль я закрою ферранки? Як я знайду вести? Светло порыло кожную ночь. Я скручивала майку, И клала я ее на бочек, Коб заснуть. Засынаючи я чула, Як я не шиняли маленькое океанство в джеверах, И затирали у нашу камеру. А мне подобаются тени на стенах. У першую ночь я спала на одном ложку Побыч зыншой дзючинкой. Нас разом затримали. Матрас нам выдали один и двоих. Ну, хотя б он у нас был. Не у всех так шинцевало. Недавно я бачила в саде лиса. Мы сострелись с зим позерком. Пакуля мыла посуд в кухне. Не ведаю, як у их это отрымливается. Зроковый контакт. Не бытаяны бачить тебе наскрозь. Все твои потаенные думки. Я не отвернулась. Это легко, когда мы разделены оконным шклом. Когда я обороненная. Я стояла там, не обороненная. На супрозитых униформах бествару. Я кричала. Кричала, что мы маем право на свободу мирных сходов. Кричала, как бы они отшепились от нас и сходили. И больше николь не вертались. А послали упала. Потому что жаншины побычь со мной упали. И униформа бествару потягнула мне руку. Как да помогшим не подняться. А ли мне не понравена была его допомога. Я хотела, как я не сошли. Просто сошли. Лис Кульгау. На одной лапе у него не было нижней частки. А ли он спрытно ускочил нам плод из них в суседским саде. Жывелы могут пристосоваться до любых умов, как выжить. Люди выбирают быть рабами, а ли захавать житем. Что ж такого в этом житии? Я примаю таблетку серталину 50 мг на 10-й рамеце. Что дня? У один и той же час. Что дня? У один и той же час. Гэта важно. Я примаю таблетку, фотографую свой тварь для мастацкаго проекта «Мойся Броуки» и роблю нататки в дзеннику для себе. Первые три дни самые складанные. Отшиваю себе холодный сука, у якой нема почути. Коли б мне зараз сказали, что я не коли больше не бачу один, и я обзернула на их обаякнула. Я выглядаю как человек, какой не все одно. Тело болело 2 лихих металличных квадратов ложка. Матрат был тоненький, сантиметры два. Одинной позой, якой мне не болело все тело, была позой эмбриона. Во сне тело мусить отпочивать. Цех лицам потребны отпочинок, связкам потребны отпочинок, тканкам потребны отпочинок. У дзень телом запашиваю вспоминны. Успоминны про то, что находится паза нашим контролем. Успоминны, которые робят тело неспокойным. Каб я нам почувала целком, треба спать на спине. Моя мама может заснуть стольки на животе. Я не коле не могла заразуметься, яка ей в это отравливается. Ее же великие цицки. Цицки. А в это норм называть так груди у ластой мотули? Я не смогла спать. Шмак плакала. Мы не ведали деды. Ты с тобой узел парадку. От людей я отшел, что там ничего не было, она вот душа. Я сподевался, что я на тебе не пью. Я начинаю себя среди ночи и попробую снова заснуть. Шия человека не отпочиваю, когда не спишь на спине. Я, конечно, сплю на боку. Своих окошных серьезных отношений в четыре года тому мой коханый сказал мне. Кладися на свой добрый бок, а я обниму тебя сзади. Я не памятаю, какой бок добрый. Не могу его найти. Не могу его найти. Не могу его найти. Не нет доброго боку от работных в спине. Спустите нас в душ. А что нам за это будет? У нас с сестрой бесит, что мама весь раз скажется и психует на нас. Далей, я хочу записать историю маминных о життям. Далей, она делится со мной своим болем. Далей, мне сказали, что она померла. Я рыдаю во сне и начинаюсь от уластного плачу. Раницы мне веме потребные маминные пешчоты и хлопот. Я дозволяю себе отчуть эту потребу. Я не утекаю. За тыдень до дня моего шлюбу у жнивни 2015-го мама позвонила. Голос ее вычал тревожно. Она сказала, что бачила сон. Она сказала, что с ней я плакала и кликала я. Мама, матулечка, мне так дренно тут. Я сошла от мужа праздевать месяц. Коли мы разговариваем по видосовязи, мама каже, что захворела. Я чувствую это по голосу. Она каже это тому, что она старая. Я бачу, как изменяются ее твары, в очах зеляются слезы. И она каже, что легкая. И она каже, что легкая все шу парадку. Что я роблю все-все больше подобное до ее молодости, когда у ей таксама были и долгие волосы. Антедепрессанты блокуют эмоции, а до моих лачей подступают слезы. Я не показываю это и смехаюсь так радостно, как только могу. Что? Мама не ведает про антедепрессанты. Кажу. Я сбираюсь в театр с саброуками вечером. Тебе заявились и саброуки? Сподиется я нам. Так, час от час, куда сте разом сходить? Отказываю я. Коли б у меня тут были близкие саброуки, мне не потребны были б антедепрессанты. Думаю при себе. Ночью мне болеть в грудине. Мой способ тримать суви с мамой. Завжды. Просбу. Мужчины вставляются. Мужчины меняют меркование. Мужчины часом бросятся от подшинок и сдаются у капитуляцию на обидностевых умовых провадных амнистов. Уже ночью революции отсуток тех, кто сдаются, настолько мизерны, что навод складано сгадать имен. Я поднимаюсь ранецю с намером зауважать свое кожное дробное деяние, как заставаться молоте. Я иду чистить зубы маленько прибираю. И она мне не подобается, потому что там немало окна. Я надзираю за тем, как вытискаю пасту на бамбуковую щетку с мягким щетином. Включаю кран. Набираю воды у рот. И выключаю кран. Три хвилина я вырушу щетку с распененной пастой в своем роте. Тогда полушу рот и щетку. Заважаю трошки пасты на твары. Змываю ее. И вытираю тварь и руки ручником фиолетом авоколем. На третий день нас переселили у камеры с маленьким густарком. Три-три дни я могла догадываться, как выглядаю по тем, как выглядают мои сукамерницы. Хочу захавать совесть собрания в Беларуси, а не просто жить тут, без пяти. А я с практичного введяще. Напевно мне варто усталевать контакт с Лондоном. На выпады, коли я не смогу вернуться додому. На свою сторонцу и фейсбуку прошу. Напишите место в Лондоне, яким от вас передать приветами. Может быть, вы хотели там побывать, либо уже бывали. Раз пять хвилин у меня есть... Уайт Тауэр, Таульский мост ночью, Эбби Роуд, станция Фишли Роуд, статуя Эбби Вайнхаус, Тейк Модерн, Тенза, Белый Паулино музей природознамства, Логан Плейс Дом 1, Шар, Платформа 934, Куба Джакалы, у яким отбиваются облоки. Я поеду к этому месту. Верну себе мету и наладжу совесть Лондона. Сядаю под очиненным окном и слухаю птушек. Наступным ранком я тримаюсь на решение зауважать каждый дробный рух своего рисования. Уключаю фен, нахиляюся, взвешиваю волосы долу. Повольно проводжу долонью по волосах, Починаючи от шеи, от коренчика до кончика услед за теплым поветром. У меня густые волосы, Каштановые, со светлыми пасмами. Осветлила их минулым летом, коли узгадала, что я женщина, а не только воярка. Уздошь дороги, ни кветок, ни слез. Только звон стоит у ушел. Я хочу быть смолтелом своим, Ни червоным, ни белым, ни черным, Ни руками, что тримаюсь по кругу, А босонож по траве. Надеваю напасток и ласчу твои волосы, Колей так с пальцами, Выяви мое сердце. Живая женщина. Ни штандар, ни надея. Хочу вернуть себе голос и тело. Может быть, я Николе так мозгно в этого и не хотела. Я одеваюсь. Кофта с долгим рукавом с файмарк. Кремовый белый. Мамер эс. Трэва было набывать эм. Бо она там тягвае. Подходжу до люстырка и гляджу на себе. Смочки выделяются просто тканин. Люстырка побачь батареи, Яку я поставила на четверку, И мам наган цё было стоять побачь з ёгою. Любимая байка приемна ружовая. И джиненцы блакитная. Гэта я привязла з дому. Беру кожный прадмят одзенья, Подходжу до люстырка и там их надеваю. Хачу пэвницца, што гэта отбываецца на сам рэч. А не тольки в моём явлени. Хачу пэвницца, што я саправдная. А ещё мне подобается глядзеть на себя. Уважаю, я привожаю. Подчас травматочного досвиду мы покидаем своё тело, Тому что саправдный момент для синий паспеку. Как переодолить её, мы сходим у хроничной летутени, Обсессивно прокручиваем в голове и анализуем одны и тыж думки. Робим у сё, что за угодно, как заставаться у своих думок. Подасоблена цаправдного моменту. Я роблю всё махчымо, як обвернуться в момент. Завязываем эту ски на кедах. Зашпильваю гузики по лито. Подымаю калне и обкручиваю вокруг его широкий зимовый шарик. Тут никто таки зимой не носить. Я ношу. Я хтостит. Отчиняю фиолетовые дверы. Ручка холодная и мокрая. Лево руч – кусты. Право руч – кобальтово синяя. То отбивается в окне. Раслины и по лице под сметь. Веснички и плот так самые фиолетовые, Як дверы и рушники в наших выбираниях. На земли опалые листья. Жёлтые, оранжево-червоные и коричневые. На цеплинах плот и мох. Мне подобается, что опалые листья не пробирают сходников. Хотя часом я боюсь уступить в собачье войно. Я поворачиваю направо. Бачиваю, чую машины. Как они приближаются и меняются. Поколь я рухаю все в бок перекрыжевания. Чую, как кто-то чихает, выходя из хаты. Чую птушек. Бачиваю женщину с сумкой колера индига. Мотоциклисты в тёмной синей курсе. Машину колер холодный блокит. Повитаться с мужчинами у червоной комизель с доброчинной организацией минут всего не спиняться. Ты не можешь вырошить проблемы у всех людей. Ты навык проблемы своей краины вырошить не можешь. Навык свои властные проблемы. Маску спачатку надевай на себе. На станции Финш-ли-Роуд подшинается книга «Подсушиный король» Чайным Йегля. Это влюбенный. Аутр моего Сябра Димы. А какие там руки? Книга про музыку, для которой мы отдаем свою волю. Эти кавай, какие руки ты подшуешь. Эти как будто просто шум, натолк, ветер. Лифт прибывая на поверхности, находится платформа метро. Хтось не поворачивается не в той бок, каб выйсти. Я хихикаю. Я живу тут уже два месяца и веду, який бок отшиняется лифт на станции Тафноу Парк. Мне приемно отчувать себя трошки инсайдером. На платформе бачу хлопца, який далек нагадывает Дима. И ТВЧ подступают слезам. У терняку нагадываю собе. Трымай ноги на земли, на полозе. Заземляюся. У переходе помеж галинами метро читаю плакаты на стенах. Заповолься. Тобе не обовязково протягивать. Эскалаторы, костки и ребры, якие трущатся под моими ногами, и я трапила на платформу один. У технику думаю про пикет белорусской диаспоры под армейской амбасадой, який я сегодня пропускаю. Отчуваю вину, выречу, что быть там мой обовязок. А ли сегодня я выбираю себе. Сяденью в технику попельная с желтыми, зелеными, ружевыми и темно-рыжевыми полосками. Хочется плакать. Кружится голова. Я стукаю ногами по подвозикам, что замлиться. Отшиняю фото сторонки с подсучинного короля и худославный Дима. И снова, и снова наближались кроки, голосы и смех. Что раз, коли Саул затремливал дыханье, вот совершенно король был спокойный, а люди минали неимоверно близко, а маль так близко, что могли докрануться, не зауважающие его навотяжели. Божьи Саула были заплющены. Просповеки юн бачил, як менялся светло и тенга. Его розум меж волем палевал мапу станции, передающие гетераптованные яскравы контрасты. И он уловливал усил губки вокруг. Реха, якою он шел, допомагала его в бездопоможной картографии, просовываючи, звукаючи по полю. А калидоры, прозь якие его не зло, росли и стискались. И еще одни тверы с рыпинем очинились, и Саул з нерухомил. Платформа станции Финишлирус находится над землей. Гуки. Я чую, як спиняется церник. Чую скрыто. Я чую, уходят люди. Як шабуршить пакет. Як пролетая ворона. Хвостить шхну. Калоша джинса утрывается в суседнюю калошу. Обвестка. Поты. Я чую, як два техники рухаются одночасово. Две женщины утрываются. Женщины разговляют по телефону на мову, яку я не познаю. Чую власные крохи по сходах. Мое власное дыхание. Я больше не хочу слухать. Холодно, и мне хочется вернуться в свой теплый покойчик. Засмученная, что не почула ничого особливого, я записываю руки платформы на диктофон и досылаю Диму. Может быть, и он знал, где вы что-то. И он, звичайно, больше важный в дотропезе. Дотрывался, як интро до якого альбома тебе с ним. Отказываю, я не за честь неприемного вулканя. Капка утешения усведомляет тело, як поле битвы за свободу. Пятый ранится у меня немодным блоком. Знов. По бочкам до депрессантов. И менструальная боль. Я лежу на спине, кладу руку там, где болит, и разговариваю с телом. Кажу. Я ведаю, что болит. Это частка природы. Нам треба протриматься. Разговариваю с болем и самой собой. Мы с болем робимся одни. И он стихает. Шостой ранится. Я кладу руку себе на груди. И это меня супакойло. Одно честь, я бы рассказал мне, что как у его головы и грудь. И он был в голове, я дымал этих рук. Пазихаю. Пазиханье корыстное для мышцов твару. Так кажа моя психотерапевтка. Я спадеюся, пазиханье корыстное для моего стиснутой скелецы. И что оно допоможе моему замкненному роту почать говорить. Я кладу на язык белую таблетку снотворного. А церпаю воды с живого на белого кубочка, что стоит когда ложка. И спрабую проглынуть таблетку. И она застается на языку и раскушается. Спробую сразуметь, який у нее смак. А ли у нее нема смаку? Клутаю. Я засынаю. Я пришинаю себе целую подушку. Удячною, что сплю своим ложком. Раницами было летяжей. Хотелось просто лежать у все девять суток своего изневоления. А ли негко было показать девчатам свое соправдное переживание. Я стою под душем, в очи заплющенные. Раблино-махаником расплющить их. Подымаю голову и назираю, как теплая вода. Она распыслывается с дырочек дождиком. Я могу примать душ что дня, хоть и несколько раз в день. На пятый день яны на решсе завели на судушь. Пятнадцать вели. У першиню за пять дзен я помыла волосы. В дверях душовой была маленькая кенца. Я доведывалась про это после вызволения. Яны могли глядеть, как мы четверо мыемся, спешаемся. Як делимся одним дезодорантом на четырех. Испехом одеваемся. Яны могли глядеть, какие задовольные у нас были твары. Испехом одеваемся. Я споделюсь, яны этого не робили. Зашмар працанала за компьютером ухаты сонешний день. Треба развеяться и прогуляться. Каля не хочу это сделать для себе. Треба сделать это для тех, кто не может выйти и прогуляться. Слухаю власное дыхание. Очиняю окно и высовываю голову на двор. Я очиняю шафу, гляджу на оденье и прямаю рашень. Сдымаю из вешалки бежевую сукенку. Беру из палички ружеватую кофту. Большость моих речей в пастельных холера. Они супофей. Я сдымаю хатние шкарбетки с волошками. Сдымаю хатние ногавицы. Натягаю колготки. Сначала левую ногу. Сначала правую. Сдымаю хатние шведер. Сначала левую руку. Сначала правую. Сдымаю хатню тишотку. Я надеваю сукенку. Иду до люстерки. И поправляю камни, как я легко привожу. Расчет свои волосы. Сбираю те, что выпили. Иду прибираю их. И смываю их во унитаз. Я починаю шалеть от того, что зауважаю все с военного самые дробные руки. Я не хочу зауважать. Я не хочу вертаться в момент. Я хочу лежать на спине. И просто быть. У соковику-красовику 1912 года суфражистка Кэти Глиден, мастачка середнего класса, Батча зня воли на уже ночи Турме Холлоуэй написала и намалявала Деонник у книзе поэтычные спарчаны Терси Бишишэшэн. А дменедах этой Турмы 15 велин пешки. Турманы не переследую. У камеры подо мной теперь молодая девчина. Проститутку злонганских волиц. И она боится ночи. Маленькая небырок. Я настолько устяну, к обзнасти с размолцу. А позже не раз, коли я чула их размолу, я наполторала. Пусть бы теперь была раница. Пусть бы теперь была раница. Теперь я на Лихоманкова выгукваю в окно. Ай, как ты? Другая отказывая ее. Так жерстко. Замыкать в этой напуженной остворенью камеры. Нам страшэнна балюча часам глядяць на дзверы и ведыць, што мы не можем их отшынить. Хоть и памятаем, што мя навета деля таких маленьких напуженных, и гэтая девчинка мы тут. Несмат жаншин пашли по турму, как мяць политичную уладу, как гэты не давала нам социальную уладу, как праз гэту, праз якую громадство будзе очищенная. Сотни жаншин пашли по турму, калі пачули гэты на кужаны стук у стяну, які нибудь штушка, што потрапила у сетку. Калі как пачуть ёго, трабы трапить у турму. И тысячи беларускіх жаншин зробили гэты. Моя наступная мэта выстала у Тейт Мудр. Я купила квиток на авюста Радена, таму што памяту ёк усхвалявалі мене ёго скульптурю в іншых музеях. Яны балі прарамантычнай каханні. Калі сте рамантычнай каханні ввельно тікаюла мене. Тепер мене нашмат боч тікаюць гендерні і соціальні питанні. Я іду па стрелках указальніка, мэжі і тіла. Іду строга па стрелках, трымаю своё тіло в рамках законом, означанных мэжу. Калі мой мэсляр мэсляць, гэт адбывацца не толькі ў яго галаде. Мэсляць не толькі ў яго насупленай броўі, надзьмутае ноздры і стулінае губы. Мэсляні адбывацца ў кожным мускль яго рук, спіны і ног. У яго стятым кулаку і напружаных пальцах ступню. Я чыняю словнік і шыкаю синонимы, да, стіснуць, стяць, напружыць. Словнік якого мне бракавалу. Пальцы, пазнохці, плечі, спіна, шыя, жывот, грудзі, горла, тварь, дыхані. Сашаміць, стіснуць, згырецць і захапіць, зашапіць, затрымаць. Загаловы куновінах. Перша парта і мигранту перасякла мяжу. Я перастаю істи по стрелках. Скульптура чалавеку процесі хады – гэта мушчынскі ступаки, ногі і торс. Аднак адсутнаць галавы ня робіць аго хаду мейші правліни. Ступаки і мысляра самодостатковы жывут особной скульптурой. А Камель Кладель? У 1880-х Раден отримал великую замову і нанял в собі помошникам, каб виконати її. Серок їх була 19-годова Камель Кладель. Вона працювала над складаними елементами, часто створаючи руки і ступаки для скульптури Радена. Уражена якостю працю Кладель, Раден пропонаваў ёу стать асистэнкою його студы. Худка яна зробілися близкими собрами і каханками. Кладель і Раден вплывали на працю одного. Однак Улада ў Стасукав була замацевана за Радену. І он був процедавцем, знакамитым мастаком. Пасля нервового взрыву сем'я Кладель дослала її у лякарні. Птушка не могла співаць ў Кленцы. Раден разбурыв яе настолькі, што навыць у лякарні яна не могла створаць. Камиль отшувала сябе з Драджанай Раденом. Я пішла на ёгоную масталу. Вэтам я драджываю камиль. Живая женщина. Не штандарт. Не надея. Хачу вернуть собе голос і тело. Я выходжу з музея і іду до раки. Шпацаруюць людзі. Дажыць собака. Старымушчы награю на кардоне. Мелодай нагадує мені песню молодости моїх батькоў. Яку інай часто співалі, коли я була малінькаў. Інаме злов на царе. Скажи, мае ме, мае земле. На-на-на-на-на-на. Рака разбиваюцца в каменныя стены і не можам вызгуляцца. Два лебедзі гайдаюцца на вадзе. Чайкі палююцца на рачное життё. Маленькая моторная лодка з акуленым носам разсякае хвалі. Моя телефон вибруе. Атримана галасовое повідомненье. Я продал кватеру. У мене більш нема дому в Беларусі. Калі я приеду наступний раз, то буду житт ў рандованной кватере. Тим в отелі може забрати і не шматрить їх своє коло. Тепер я лист без норы. Засталіся тільки могилы. А лі я буду сумувать по віде з окна на каштану. Ну чтож. Поведу свою лодку наперед. Реш тиреш. Мы носим своє небо з собою. Я йду з до шракі. Без аміякає мэты. Без маршрута і концевого прапунку. Я відчуваю свої ноги на землі. Я відчуваю, як віддаляється кардіон. Я натягую шапку на вуші. І загортвуюся шаліком, каб захінуцца від вітру. Хто веде, колькі я ще м'я треба буде істі. Дякую. 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 Дякую.